однажды на земле жили четыре народа народ панцершреков народ панцерфаустов народ пт винтовок и народ огня жили они в мире пока народ огня не развязал войну ладно всем здорово мои маленькие любители gates of hell сегодня у нас обзор на спец пехоту начнем с базы и что я подразумеваю под спец пехотой это снайперасты минометы огнеметчики пт винтовочники гранатометчики винтовочные гренадеры панцерфаустера ну короче все вот эти юниты узкой направленности надеюсь вопросов в комментариях по этому поводу не будет начнем обзор с двух пт-расчетов как в жизни так и в игре у советской стороны представлено два вида противотанковых винтовок это пт-рд и пт-рс разница между этими двумя винтовками заключается лишь в их боекомплекте у пт-рс это 5 зарядов у пт-рд всего один более они ничем не отличаются также скажу пару слов о отряде когда вы берете в динамическую компанию отряд противотанкового расчета или пт-расчета то вам дают одного бойца с винтовкой соответственно противотанковый и еще одного помощника у которого в инвентаре есть дополнительные патроны к этой винтовки ну что ж давайте перейдем к самому интересному это к тест-драйву этих самых винтовок но перед началом самого тест-драйва я скажу про наших испытуемых так сказать про наши цели которые мы будем обстреливать я их выставил так сказать на увеличение брони то есть начинаем мы самых слабых это с бронемашин с пумиков с дкфзшки далее у нас идет ранний пиздак или же второй пазик потом идет ранняя троечка ранняя четверочка также штук потом идут тяжелые танки это тигр королевские тигры и пантерка еще с вашего позволения так как разница между этими пт-винтовка по пробитию нет абсолютно буду стрелять с пт-рс так как у него просто банально больше патронов еще немножко сухих характеристик винтовка стреляет на 120 игровых метров и пробивает 23 миллиметра на максимальной дистанции в упоре же она пробивает 42 миллиметра это довольно таки неплохо ведь этого хватит на все немецкие брони машины также на какие-то ранние троечки четверочки тоже хватит с головой ну ладно давайте уже начнем стрелять по бронетехнике 1 у нас на очереди это с дэшка прости меня мам как мы видим насквозь об убили немца об из трех выстрелов уже мы ее сломали но ее еще можно починить думаю если пострелять и по двигателю она уже сгорит но я не уверен да ждем сгорела следующий на очереди у нас идет пумик вот с ним уже в упоре проблема тут такая броня антирикошетная ну давайте постреляем ему в башню пока ему вообще пофигу по барабану об башню выбили о с первого высота как будто выбили трансмиссию о да все никуда он уже не уедет от нас дорогой вот и минус пумик так давайте перейдем к второму пазику или же к пиздаку в простонародье но в упоре он тоже пробивается об все минус танчик в борт уж ну тут железобетонный он будет пробиваться особенно из по двигателю пострелять то танк ну там с большой вероятностью сгорит после там 10 30 40 тысячного попадания так ну ладно эти ты было понятно то что все мы уничтожим давайте перейдем к рыбке покрупнее начнем с ранней тройки ну сюда она пробивается то есть трансмиссию можно выбить сразу я думаю да в эти визоры все пробиваются интересно в пулеметный сосок у чуваки и берите на вооружение стреляйте в пулеметный сосочек смотрите она вообще везде тут пробивается вы ладно не берите на вооружение сейчас на других более крепких танков проверим пробиваются ли туда так ну все минус еще троечка ранее так давайте немцев постреляем еще плюс вот этих пт винтовок то что они шатают абсолютно любую пехоту неважно сколько у нее здоровья поэтому их можно использовать вместо снайпера так ну тут смотрите уже уже посерьезнее броня поддастся ли она нашей винтовки так но это то ясно нет ну сдали конечно четверку колупать это такое дело как бы уж здоровья погибшим кто решит да смотрите в сосок просто убивается с 5 выстрелов не на в борт это понятно то что тут брони нету в борту у этого танка опять же если в двигателе пострелять то он сгорит сразу 30 все ну давай гори алю он тут уже ремонт танка просто 300 тысяч столетий до кого штук а с уже тугом уже во лбу проблема мы его не пробиваем вообще никуда даже в этот в смотрительные приборы мехвода зато можем гусли ему стянуть и все и он никуда не уедет а в борта ну в борта до борта пробиваем окей думаю в борта вообще все что угодно пробьет ну наверно кроме королев кроме вот тяжелых танков пантера под вопрос а может быть будем пробивать ой что-то это я не ожидал ну ладно давайте возьмем ptrd на нее посмотрите она не такая прикольная как ptrs она не пау-пу а тут ух и там долгая перезарядка и потом опять пух и опять долгая перезарядка ну в пробитии они не отличаются настолько же вроде стреляют это не знаю если есть возможность лучше конечно берите ptrs так давайте тегора так сосок не пробивается это ничего но нету гиблоид о пердали еще можно да ладно серьезно вот видите тут очень долгая перезарядка ptrd я ну очень долго нет ну чё тут не уж что его можно в передали еще убить я вот это не понимаю так нет давайте я лучше возьму ptrs так вот он наш пт-стрелок воскрес из мертвых так и давайте сейчас подобным жопу тигру звучит как-то двусмысленно да не мне кажется нас игра обманывает не можем мы его сюда убить может тут какая-то моделька кривая да нет но вы видите тут уже на смешное количество выстрелов уж лучше тут у кого-то и гранату стянуть ему надвигло кинуть не это гиблое дело чуваки он и тут тоже пердалище горит зеленым но пробить походу нельзя да как вы видите нельзя поэтому не верьте всему что видите в интернете чуваки проверяйте сами также кстати я тут заметил пока стрелял по танкам без записи забавный факт смотрите тут у них у всех сбиваются вот эти штучки у танков прямо это ну респект разрабам то что такую вот так сказать частичную как это как это назвать ну короче вы поняли вот эти вот грязевики можно сбивать очень клево респект у вас рабом так но это ясно то что мы это чудо хер пробьем давайте пантерку посмотрим о так это вот эти грязевики да ладно а пантеру по ходу мы в борти аром можем убить смотрите это конечно пантера д но то есть дерьмо или не не можем походу это по ходу вас ля горит зеленым не что-то в жопу у них у всех горит зеленый я не понимаю так затылок тоже не можем казнить но нет чуваки пантеру тигр королевский тигр уже все уже даже в борта не стоит обходить по ним стрелять их вы вообще никак не пробьете только ставить на гусеницу это даже не с первого выстрела рикошеты или че это странно ставить на гусеницу и бегать кидать гранату но нет вот максимум с чем может бороться эта винтовка это четвертые пасеки позднее то их надо будет обходить в борта в спину что вам не даст сделать не бот не другой игрок поэтому это чисто чтобы отстреливать вот такой вот дерьмище наподобие вот этих бронемашин пумиков и каких-нибудь вторых пазиков но это со вторыми пазиками тоже вопрос потому что ну в лоб тоже какие-то места вот такие вот есть где светятся красным и скорее всего в них вы и будете попадать ну да ладно что-то уж много я пройти винтовки говорю давайте перейдем к следующим испытуемом следующие на очереди это противотанковый отряд и отряд гранатометчиков отличие думаю вы заметили первые с двумя панзерфаустами другие же с панзершреком и также у него есть товарищ который в карманах носит ракеты к этому самому панзершреку давайте посмотрим поближе на панзерфауст и панзершрек даже не знаю что лучше вроде по бронепробитию лучше конечно панзерфауст но он всего у этих ребят один то время у панзершрека чуть похуже пробить и но в то же время у него 6 ракеты плюс еще в карманах у товарища есть ракеты поэтому тут под большим вопросом давайте начнем с панзерфауста пробивает 200 миллиметров думаю даже ну не стоит показывать как он убивает вот эти вот легкие танки но это никому не интересно давайте вот самое вкусное пробьет ли он королевского тигра нет твою мать он его не пробивает как увидите если вы попадете вот в эту самую крупную часть ну вы не пробьете то есть надо или выцеливать куда-то башню или вот нлд с тигром все попроще у него тут все 104 миллиметра поэтому панзерфауст пробивает как ни странно также башня нлд пантерка тоже у него вообще можно сказать по сравнению с этими двумя монстрами брони нету поэтому тоже пробивается также забыл сказать про максимальную дистанцию это 40 метров но бронепробитие не изменяется потому что это кумы с обоссаной который в вартандере ничего не ну ладно мы в гейтсов хелл так ну давайте шмальнем по королевскому тигру прям очень я хочу постараюсь в башню попасть минус башня и все ну мы как бы его обезвредили но только на время так как башню починить можно я думаю надо лучше его отбегать и стрелять вот куда-то в район быка чтобы он взлетел на воздух тигра можно убить думаю выстрелом вот сюда вот ну просто в лоб и пантерку точно также хочу я говорю давайте я сейчас еще один притащу панзерфауст так вот я принес еще панзерфауст а по точнее бойцов вместе с этими самыми панзерфаустами давайте попробуем выстрелить в лоб тигру что пол вот это просто невероятное пробитие было мы только что видели полное уничтожение тигра просто он залетел на луну башня упала о вот это уже похоже на правду а ну все вот экипаж вылез все значит мы его подбили но его к сожалению можно починить он не взорвался боекомплект не сгорел поэтому тут такое что-то пока меня прям что-то расстраивают эти панзерфауст я думал они как-то по этот но посущественнее будут и ман его что-то бесов селились так пантерка бабах нет на что-то вообще расстраиваю честно что-то вообще прям все очень плохо ну-ка давайте четверек блин начался пока будто какой-то бидон с говнищем просто кидаю в танки он просто но знаете цель не уничтожить а зашкварить этот танк но алё давайте еще панзерфаустов притащу окно вот и готов мой взрыв пакет у него там в районе 10 панзерфаустов давайте теперь попробуем по уничтожать технику что ты уж теперь даже сомневаюсь насчет бронемашин да вроде 200 миллиметров но ё-моё ок ну ладно вот ее мы убили но чё таки вот все вылез так давайте пумик так пумик тоже шлепнули отлично экипаж тоже вылезет так второй пазик вот вот я думал то что вот так вот танки будут разлетаться но они не так разлетались так убили окей на экипаж не будет вылез блин охота именно чтобы знаете взорвать танк блин вот железобетонно надо в башню постараться попасть с этого фауста чисто чтобы знаете но вот наверняка чтобы он по вам не стрелял и экипаж вылез но нет счета блин как-то он вообще тухло чуваки что-то прям тухлятина нет конечно это рофель на когда у меня вот такой вот боец просто терминатор с там 15 панзерфаустами ну блин что-то прям все кончились чудо прям как-то ну не оправдал ожидание этот фауст патрон ну да ладно давайте перейдем к панзершреку надеюсь он меня так сильно не расстроит вот он панзершрек стреляет он на целых 70 игровых метров это прям очень 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 далеко но пробивает он на 15 миллиметров печь чем панзерфауст 185 мм всего лишь ну в принципе этого достаточно какие-нибудь на все ёпты танки немецкие даже на кингстайгра его можно в башню пробить ну да ладно давайте сначала начнем все таки с более меньших танков потому что-то панзерфауст прям вообще что-то себя как дресня поносная показал надеюсь панзершрек мордой в грязь не ударит давайте с с дешки а по эман дыма конечно его хочу насквозь пробил я богу дуба весь экипаж выбил на судя по всему давайте посмотрим по мини карте да я просто выбил экипаж так второй пазик отлично тоже минус сейчас высадится экипаж да отлично пока два из двух так пума на так отлично тоже минус так это что за третий ранний пазик давай дорогой так тоже минус отлично а вот это уже переживала выстрел по моему из панзерфауста так четверка вот она точно пережила несколько выстрелов из панзершрека пережил я походу в самое крепкое место какое-то этого танка стрелять так давайте вот стрелку расисту устроим взбучку бабах но все не выдержал он такого удара все и вылазит один только выжил лол так штук куда пти дорогой стрельнуть то окно давай вот сюда отлично тоже минус нет на панзершрек намного выгоднее чем панзерфауст их всего две штуки потому что в отряде два человека но и соответственно всего два панзерфауста а тут у него прям куча зарядов он многоразовый то есть его можно пополнить на точке и стрелять просто вдоволь по немецким танкам или советским на ли вылезете гансы из валю кто кто в теремочке живет бабах но вот на пантерку уже довольно большое количество понадобилось во два выстрела навряд ли вы сможете два выстрела сделать по одному танку чё это только что же зеленым горел давай да ладно вы чё вылезете или нет или это прикол похода я мехвода убил пятки ему отстрелил он и слушайте отлично но кстати бот умеет по таким местам стрелять уязвимом танка то есть если вот перед вами стоит бот он не будет вам стрелять по башне он будет вот сюда стрелять чтобы гарантированно танк уничтожить такая рубрика экскременты а я смогу сломать пушку да смог эман как будто этот палочку от чупа-чупса погрызли а это чё за красная штучка ладно так ну и тигр остался нет ну он то конечно точно умрет потому что у него все всего 104 миллиметра брони прям железобетонно моего пробиваем ну да все как вы видите минус тигур ну конечно лучше стрелять в двигательный отсек танка тогда он гарантированно отъедет об минус как я думал то что он еще и загорится желательно давайте в боекомплект выстрелим все сгорел а если в пантерку тоже сгорит нет приснилось ну ладно ну ладно в принципе неплохие орудия ну панзерфауст конечно чуваки cringe прям ну реально что-то он ударил грязью в лицо просто но это реально позор переходим к следующим юнитам а следующие на очереди у нас винтовочные гранатометчики состоят они из двух бойцов у одного из которых винтовка диаконова а у другого в пгс главное отличие между этими гранатометами заключается в том то что в пгс это против техники а гранатомет диаконова против пехоты также вместе с гранатометчиками я обозрею и огнеметчика отряд огнеметчика состоит из трех бойцов это два обычных стрелка и соответственно сам огнеметчик честно не знаю что сказать еще про этот отряд он хорош как против техники так и против орд вражеской пехоты но давайте же сейчас и огнеметчика и винтовочные гранаты проверим на так сказать живых мишенях начнем по порядку с оружейных гренадеров уже потом перейдем к огнеметчику стреляет в пгс на 60 игровых метров и пробивает 35 миллиметров брони этого хватит на легкие бронемашины и на легкие танки на другое уже не надейтесь давайте посмотрим как пробивает она с дышку слушайте ну лучше чем панзерфауст сразу пробила и походу убила весь экипаж давайте посмотрим на пумик бах надо еще сказать то что она летит по такой как это сказать по дуге не прямо а по дуге то есть условно можно накидывать через какое-то препятствие когда танк вас не будет видеть еще честно признаюсь в игре я особо не пользовался этими гранатометами потому что они меня очень часто подводили я в упор мог не попадать по танку думаю на стримах вы это прекрасно видели и у меня с этого очень сильно горело очко но сейчас когда я ты еще это тут так сказать на стоит на тестовой площадке они все довольно точно пока тут в игре они себя так показывали не как это обычно вот как вы видите сейчас горит зеленым но даже уже со вторым пазиком возникают трудности в пробитие вроде бы он сюда должен пробиваться но не пробивается но ради справедливости в башню он лопнул но вот тут вот уже нету пробития так давайте двигатель похоже не могу пробить а если сзади сзади не могу а вот могу но хорошо уничтожили так давайте попробуем теперь с чем-то более существенным повоевать допустим с ранней четверкой да не все 30 миллиметров брони поэтому в борт думаю можно пробить ну да я слышу звуки пробития там давайте еще один залп отлично ну мне кажется но не дадут вам подползти на такую дистанцию хотя даже подползал я вот где-то с метров сорока вот так вот стрелял давайте изобразим реальную реальное сражение вот я стрелял даже я почти с максималки шмалял там с метров 60 50 вот видите какой тут кружок уже большой становится то есть об да он сейчас попадает но блин если это будет какая-то вот такая быстрая цель и хрен вы попадете если танк будет двигаться тут еще надо как-то опережение предугадать поэтому вот эти вот оружейные гранатометы такие вот нужно опыт и сноровка чтобы ими пользоваться там опережение вот эта баллистика вот это вот скорость полета снаряда ветра какашки король но вы поняли все меня отстаньте так ну и давайте вот закрепим результат троечкой с какого выстрела мы ее шотням так 1 кс в пердалища 2 сушите 2 высота уже выдержала но уже без двигла но еще может кусаться третий четвертый это мы уже выбили башню все равно сотрите сидит ганс 5 на 5 она сгорела на 5 выстрелов охренеть это половина боекомплекта блин но эти штуки я уж даже пробовать не буду пробивать немецкие тяжелые танки так как даже по трд у которой пробить и банально больше не могла их уничтожить в принципе это такое начальное средство борьбы с легкими целями типа вот этих бронемашин на другой уже не надейтесь это чисто вот удачное сечение обстоятельств то что вы убьете какую-нибудь четверку тройку штук это чисто чисто удача должна быть чтобы это все убить давайте перейдем к огнеметчик уничтожает огнемет абсолютно все танки стреляет на всего 40 метров это так чисто вот пожарить прям в вплотную подбежать и отжарить любой танк давайте вот на примере тигра покажу как это все работает в лоб вы танк не сожжете сразу говорю если будете вот так вот стрелять то тут ну хоть обосытись в танк ну не сожжете не сожжете вообще тиман его чудо этот заколбасила надо именно отбегать и шмалять в двигательную часть танка чтобы он именно сгорел вот видите все загорелся об тоже загорелся нет не загорелся тут еще надо так пострелять прям ну довольно много так уверенно обоссать вот еще сгорел но все думаю тут уже честно мои комментарии излишне вы понимаете то что огнемет если подползет к танку то ну танк не жилец это уж точно он и пехоту сожжет и танки короче красота одним словом перейдем к другому винтовочному гренадёру окно вот мы и подобрались к оружейному гренадёру с винтовкой диакона с гранатометом точнее диакона стреляет он на 80 метров я вот выстрел тут такую вот экспозицию из немецких немецких солдат давайте вот шмальнем по ней прям вот в середину как вы видите разлет снаряда просто я не знаю размером с луну с нептун очень большой об и видите недолет с максималки очень тяжело будет попасть по пехоте по технике вот вообще по движущейся так это уж вообще там просто должна быть удача чтобы попасть давайте подойдем поближе а то это может длиться 300 тысяч столетий об шайце что-то всем по жопе надавала начата эффекта нету я думал то что они все отлетят снова выстрела да ё-моё ух нифига обидели какой backflip сделали такая вот честно не вижу я смысл вообще вот в этих вот винтовках да если они там в каком-то отряде в мультиплеере о но вы видели с какого я выстрела просто по ним попал и насколько я близко подошел это пулеметчики они бы меня уже просто смели только если из какого-то укрытия единственный плюс то что она навесом стреляет и можно наяривать из какого-то укрытия единственный плюс вот эти вот гранат которые я вижу с тем же успехом я могу взять просто обычную гранату и подбежать и кинуть чем вот это вот мучиться и вот с этих гранат пытаться как-то выцелить отряды если говорю бояться еще бегает это вообще нам просто неуловимая цель будет для этого гранатомета поэтому тут так на любителя у кого залетает у кого везучий день то можно брать в принципе пехоту покосить там за брустерами опять же если бы вот тут вот было укрытие бы мог подойти поближе да и уже точно гарантированно их расстрелять но опять это все такое стечение обстоятельств которое должно произойти что это ну блин не знаю чуваки короче смотрите сами я вам все показал думайте сами надо она вам или нет ну вот наконец-таки и огнеметчик это чисто я считаю то что вот его надо пригнать на точку где-то спрятать и он как будет в защите защищать эту точку защитник так как огнемет на стреляет всего на 40 метров а я чуть с ним 4 4 чуваки а чё с ним и человек я понял в чем проблема я его нечаянно увеличил ну как ну довольно таки сильно это вот как все ощущают люди у которых раз 179 вот это чело у которого просто 80 ладно хватит мемов стреляет огнем от всего на 40 метров поэтому я и говорю то что лучше огнеметчика пригнать на точку и чтобы он ее защищал так как не убежать просто с криком ура на пулемет на какую-то амбразуру и стрелять вот так вот но это чуваки гиблое дело еще огнемет по сравнению с в тылу врага тут не такой имбовые так как вот видите тут летит вот такая вот струя мочи сейчас я вам продемонстрирую наглядно вот я резко делаю вот так и видите она делится на 1 2 3 там 4 5 поделилась штучек вам надо вот именно вот этим лазером попасть на бойца то есть тут недостаточно просто рядом провести как в том же в толу врага тут именно надо вот этим вот кончиком мочи попасть по модельки ведь вот рядом пролетела но никто не загорелся вот именно вот надо обоссать бойца тогда он загорится в этом я считаю большой минус этого огнемета вообще в gates of hell а как ну банально просто иногда вот так вот идешь на врага и но и он не сгорает вот как вот это тот боец вот надо именно обоссать струей что иногда бывает проблематично тем более с такой крошку крошечной дистанции всего в 40 метров вот как вы видите а вот ну как активно все поливал все равно какие-то бойцы остались стоять им насрать просто на огонь опять же в дефе хорошо себя покажет и в каких-то отдельных ситуаций исключать его из игры я бы но не советовал огнемет всегда был им бой в этих играх но реально кто еще также эффективно может уничтожить целый отряд солдат ни один пулемет так быстро его не скосят как огнемет поэтому чуваки тут на ваш выбор вы знаете о его главном минусе поэтому уже решайте сами сможете ли вы так сказать смириться с этим минусом или же нет а мы переходим к следующим юнитам следующие на очереди у нас идут инженеры вот они два красавца и костяк вашей обороны которые будут строить вам укрепления танковые окопы какие-то колючие проволоки танковые ежи и брустеры и всем вот эту суету главная фишка инженера в том то что они быстрее всего чинят технику также у них просто невероятное разнообразие укреплений и как это назвать фортификации это малые брустеры крупные брустеры траншеи лиськи норы танковые ежи колючая проволока против пехоты и танковые окопы все это могут рыть инженеры также у них очень богатый инвентарь у них есть кирка благодаря которой они роют траншеи окопы советский ранец то есть уничтожает абсолютно любой танк если но прямо на двигатель кинуть да даже с рядом уничтожает абсолютно любой танк кусачки зачем нужны кусачки сейчас вам ребята продемонстрирую для того чтобы убирать вражескую колючую проволоку или свою он просто подходит и начинает ее резать убирать и потом она исчезнет чтобы могла пройти ваша пехота так как пехота через колючую проволоку пройти попросту не может у другого же бойца который есть в отряде войсковых инженеров есть металлоискатель ой металла говорю миноискатель который позволяет обнаруживать вражеские мины этот отряд очень полезный без него не обходится ни одно прохождение динамической кампании поэтому это база это базированный базовый отряд который должен брать каждый следующие красавцы которые незаменимы в обороне это пп и пт минеры у пп минеров 32 противопехотные мины у пт 17 противотанковых мин давайте на наглядном примере посмотрим как работают пп и противотанковые мины ведь лучше один раз увидеть чем сто раз услышать я уже подготовил вражескую бронетехнику и парочку солдат разной иерархии у которых разное количество хитпоинтов давайте начнем со самого вкусного то есть танка как вы видели тут расположено 4 мины под вот этими покрышками давайте наедем на них посмотрим что будет если мы проезжаем вот как вы видите под днищем танка эти мины под днищем вот то мы их ну не детонируют они на них именно надо наехать гуслей сейчас покажу вам этого туман войны во всей красе видите туман войны так сейчас наедем прямо гусеничкой на противотанковую мину опа как вы видите сорвало гуслю и я сразу на еще одну мину наехал вау так на еще одну мину наехал какую-нибудь легкую бронетехнику может вообще разорвать вот от такого шквала мин когда она будет ехать так и занесет и она на еще больше мин заедет короче главный прикол противотанковых мин это не в уничтожении техники а в создании так сказать затора вот как я замечал когда куча раз играл в дк именно бот начинает тупить он не понимает куда ехать когда он наспавнил и прямо на точке вот куча танков без гуслей которые просто ну вот не может прочитать маршрут все техникой и поэтому он тупит стоит на месте и танки уже ваши будут их расстреливать поэтому это незаменимая вещь в обороне вроде бы все сказал про пт мины честно не знаю что еще про них сказать давайте уже перейдем лучше к пп минам у меня тут есть три бойца есть элитный снайпер у которого 300 хп и два бойца по 200 давайте вот заценим как раз таки сплэш от мины и убьет ли элитного бойца мина так вот тут вот как мы помним стоит противопехотная мина я на нее наступая хоп как вы видите сплэш и сплэш есть у него было 200 хп осталось 46 то есть если тут условно будет куча мины куча пехоты то кто-то даже может еще за компанию вместе с ними откинуться давайте теперь посмотрим умрет ли элитный снайпер с этой мины так она вот тут стоит об умирает мины убивают если на нее именно наступает боец убивает абсолютно любого без разницы абсолютно без разницы убивает также как мы поняли у мин есть сплэш то есть если бежит какой-то отряд пехоты он наткнется на вот эти вот три единстве мины то скорее всего он весь и погибнет вот возле вот этих вот пеньков ну вроде и все сказал про эти пп мины давайте перейдем к следующему юниту следующие юниты на очереди это санитары в отряде их два человека в инвентарях они имеют кучу бинтов и также какую-то странную палатку что же делает эта палатка вот так она выглядит в собранном состоянии эта палатка пополняет медицину бойцов то есть бинтики если солдат пойдет подойдет вот в этот рейндж этой палатки то он пополнит свои бинты также медики если видят труп и на днем есть вот такой вот ромбик с кровью внутри с такими капельками то этого бойца можно будет поднять воскресить так сказать вытащить с того света и снова он встанет в строй это не будет длиться вечно это там где-то в районе минут и двух вот такой вот значок висит и солдата можно поднять этим санитары очень полезно так как можно поднимать элитную пехоту там каких-нибудь снайперов саперов вот это вот все в принципе о них я сказал все больше ничего не могу сказать следующий юнит на обзоре это снайпер это довольно противный юнит которую не любит никто стреляет он на сто тридцать метров и у него есть одна небольшая особенность при стрельбе у него такая шкала накапливается получается но почему ты не хочешь мне показывать свою шкалу вот видите оп-оп-оп-оп заполняется и вот уже по истечении того как вот это вот бублик заполнился и появилась . в середине можно производить выстрел этот выстрел будет очень точным также от первого лица тут именно вот такой вот кружочек сводится и вот когда он становится желтеньким можно стрелять то есть тут даже можно делать так сказать фаршуты на более дальше эрстейн там на 150 200 метров и убивать кого-то когда я приходил одиночной миссии это делал все кто был на стриме это видел как вы видите сейчас я даже дальше чем мог убил бойца ну короче снайпер очень хороший юнит в плане того то что можно снять какого-нибудь надоедливого пулеметчика больше радиус видимости чем у обычных бойцов то есть он будет светить условным танком он будет снимать каких-то мэйби вражеских офицеров в обороне но это я уже с модом конкурс инчанст противнейших также при первых атаках он тоже незаменим так как стреляет на далеко будет отстреливать вне досягаемости вражеской пехоты враги просто до него не могут дострелить ну исключением может быть какие-то пулеметчики но это навряд ли ведь стреляет он на сто тридцать метров а пехота там стреляет на сколько там ну максимум то метров на 100 110 вот нифига он что притворился мертвым что ли все все хватит он мертвый всем он мертвый мертвый также у снайпера в инвентаре есть ножик ну в одиночной игре я не знаю зачем вам нож но он делает бесшумное убийство то есть она не показывается вроде на карте и но не слышно и не видно получается вашу красную точку на мини карте не будет видно поэтому это плюс куда-то проползти ему там советский ранец дать проползти куда-то и уничтожить вражеский танк это очень хорошо но вроде бы я и про этот юнит все сказал остался последний ну и завершает сегодняшний обзор это танкиста отряд состоит из четырех человек три обычных бомжа танкиста и один командир танка что могу сказать про этот отряд у вас выбери из пушки артиллеристов танкисты придут на помощь в танке кончились танкисты танкисты идут занимать танки вам надо прочитать территорию танкисты идут на помощь вам нужна какая-то дешевая пехота чтобы чинить технику после обороны танкисты вам в помощь танкисты это такой я не знаю по пожарная дивизия которая просто вот где-то пехоты не хватает туда танкистов там выбили экипаж туда танкистов такие работяги короче за всю динамическую компанию вы их возьмете и не раз так как они незаменимы вот эти четыре красавца жалко их не 33 танкиста три веселых друга экипаж машина боевой ну на этой хорошей ноте мы заканчиваем обзор ух как он и 100 лет держит вы посмотрите на превьюшечку хочешь ну вот и подошел к концу обзор жду от вас фидбэк в виде положительных комментариев и пальцев вверх а также подписок на канал спасибо еще раз всем кто досмотрел до этого момента всех целую обнимаю и счастья вам спасибо